Субтитры сделал DimaTorzok Сторона не пришла. Вот, значит, пришла после окончания. А сейчас сколько уже времени прошло? 18.27. То есть час заседания шло, человек только пришел и тут же сразу ушел. У нас получается сомнение в том, что кто именно подписал этот иск и имеются ли полномочия на подписание этого иска. И оно может повлиять вообще на существо этого судебного решения. 16 августа 2018 года. Вот эту дату нужно как бы зафиксировать у себя тоже. Потому что сейчас мы будем о ней говорить. Помните тот договор, где 22? Они сумму искрыли, потому что... Сумму искрыли. Ну, это все... Оно же известно. Да, не то, что известно. Оно уже давно опубликовано на Краснодарской фоновой бирже. Все, уважаемые субтитры. Включатели? Стороны от ВИЧКов ознакомились с материалами дела? Да, уважаемые субтитры. Пожалуйста, кто будет в первый выступать? 12 ноября 2018 года Алматинским районным судом города Астаны было рассмотрено в порядке упрощенного писемного производства гражданское дело по иску ТОА «Матэк коллекшн групп» «Бердангар» о взыскании суммы долга. Данный иск о взыскании суммы был удовлетворен в полном объеме. Исходя из базы судебного кабинета, решение вступило в законную силу 27 декабря 2018 года. Однако, мы, уважаемые субтитры, его получили лишь 8 января 2019 года при подаче искового заявления, которое находится также в этом же суде, в суде Кошибаева. Там рассматривается и гражданское дело по защите чести и деловой репутации именно «Матэк коллекшн групп». И они в своем иске указывают на том, что состояло судебное решение, которое сегодня является предметом нашего спора. Уважаемый суд, хотел бы привести три конкретных довода, почему мы не согласны с этим судебным решением и почему оно должно быть отменено. Ну, буду говорить по нарастающей. Во-первых, то, что ответчик не знал о том, что данное судебное решение состоялось, он не был, не получал исковое заявление, соответственно, он не мог предоставить отзыв на данное исковое заявление и не смог представить именно те доказательства, которые могут повлиять на существо данного судебного решения. Как раз-таки мы об этом говорим и хотим указать на то, что, поскольку суду это не было известно, мы указываем на то, что 11 октября 2016 года истец переуступил свои права-требования, полученные от АО «Коскоммерсбанк» в то СВК «Капитал Групп». Это говорит о том, что истец не имел возможности сейчас требовать взыскания данного долга, поскольку он свои вот такие права переуступил вновь созданную компанию до СВК «Капитал Групп». Данное обстоятельство подтверждается инвестиционным меморандумом, который у нас опубликован на официальном сайте интернет-ресурсе КАСЕ «Казахстанской фондовой биржи». Вы заявляете Казахстан о приобщении документов к материалам данного гражданского дела? Да, да, приобщить к материалам данного гражданского дела. Представитель ответчик поддерживает и заявил Казахстан? Поддержим. Как могут повлиять на правильность совершения дела по существу? То есть эти документы указывают на то, что у взыскателя не было возможности требовать и не было таких прав требовать взыскания по этому кредитному договору, поскольку согласно вот этого уступки прав требований, весь кредитный портфель, который когда-то переуступил Казкоммерсбанк, Алматы Коллекшн Групп, они переуступили СВК «Капитал Групп». Вот как раз таки вот этот документ свидетельствует о такой передаче. Это первое. И второе. Сам же у нас истец Алматы Коллекшн Групп в материал гражданского дела, который рассматривается у судьи Куйшибаевой, представил соглашение. Соглашение о расторжении договора уступки прав требования, о котором я сейчас говорю, который состоялся лишь 19 ноября 2018 года. Тогда как иск о том, чтобы взыскать с Бердунгарова Натани Рбельген Маратовича был подан ранее, а принят в производстве 12 октября 2018 года. То есть на момент принятия данного иска таких полномочий у Алматы Коллекшн Групп не было. В данном случае истец злоупотреблен своим правом, ввел суд в заблуждение, достоверно зная о том, что у него таких прав нет. И мы считаем, что здесь имеет место быть даже фальсификация доказательств, что у исца не было полномочий и прав на предъявление такого иска. И такое заявление мы обосновим в положении пункта 3 ст. 279 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. Именно полнота собранных нами доказательств, которые в действительности могут существенно повлиять на судебное решение, которое сейчас у нас рассматривается. По вашему мнению, данное соглашение как может повлиять на правильность рассмотрения заявления об отмене решения? Да, как раз таки это соглашение является основанием для расторжения договора уступки прав к требованиям. Отвечу, пожалуйста, слушаем вашу позицию. Ваша честь. Законодательство о деятельности коллекторов в Казахстане требует доработки. И в этой связи прецедентов в нашей стране великое множество, когда деятельность коллекторов как таковых не соответствует букве закона. Данным судебным процессом мы хотели бы придать огласки прозрачности конкретно отдельно взятых случаев. И в рамках данного судебного процесса мы хотели бы выявить, как пример показать общественности, для того чтобы законотворцы принимали законы, которые бы четко регламентировали деятельность коллекторов в Казахстане. И наши сограждане не страдали от незаконной деятельности коллекторских агентств. Копию искового заявления по настоящему делу вы получали? Нет. Не получали. Копию определения о возбуждении дела в упрощенном письменном производстве вы получали? Никаких документов не получал. СМС не приходило. Скажите, а вынеси нам решение где, как и при каких обстоятельствах вы узнали? Буквально неделю назад мы пришли в суд. И в этот момент из уст, скажем так, видеоконференц-связи адвоката коллекторской компании было озвучено это. Затем далее как бы вошли в судебный кабинет. И в судебном кабинете данное решение было опубликовано. Но о том, что оно там есть, я не знал. Поскольку ни СМС-сообщений по заседаниям суда, ни бумаг, которые должны были прийти по моему фактическому проживанию и адресу прописки, который совпадает, я не получал. Вместе с тем в материалах дела отсутствуют сведения о вручении ответчику копии искового заявления и копии определения о возбуждении дела в упрощенном письменном производстве. У сторон дополнения пояснений хадатайса будут? Нет, уважаемый суд. В таком случае суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения по поданному стороной ответчика заявлением об отмене решения. Оглашение определения будет в течение одного часа. Получается, я думаю, что при ней будут. То есть, получается, понятно, да, что, исходя из сегодняшнего рассмотрения, судом было достоверно установлено, что в материалах дела отсутствует сведения о вручении вам как искового заявления, как определения о возбуждении гражданского дела, так и судебного решения. А также с учетом представленных документов, которые были приобщены к материалам дела, мы считаем обоснованы наши доводы и, наверное, будем надеяться на то, что суд отменит это судебное решение. Потому что такие доказательства мы считаем, они являются вопиющими и влияют на существо данного судебного решения. Жаслана, вот в вашей практике часто коллектора подают в суд документы, где отсутствует документ о получении извещения или повестки в суд и так далее? Ну, как правило, вообще, даже если мы будем брать во внимание именно тот порядок, в котором было рассмотрено это гражданское дело, а это было упрощенное письменное производство, то зачастую так и происходит, что суд рассматривает гражданское дело, а ответчик или другая сторона об этом даже и не знает. То есть, коллекторам выгодна такая ситуация, когда, допустим, самих ответчиков на суде нет, без них принимаются решения и у них нет возможности высказать свою позицию по данному вопросу? То есть, наверное, да. Более того, они, бывает, даже пользуются, наверное, новеллом нашего законодательства и они производят исполнительную надпись в нотариусе. Тогда вообще даже и не возбуждается гражданское дело. Нотариус, ознакомившись с представленными документами, может, даже, возможно, даже и в копиях, считает, что данные требования заявлены бесспорно и производит исполнительную надпись. После чего такая исполнительная надпись отправляется к частному судебному исполнителю, а тот уже в свою очередь принимает все меры для принудительного взыскания. Таким образом, даже вот этот должник, он вообще лишен любой возможности, что как ему действует, он не знает. Потому что простой гражданин приходит на работу, ему предъявляется документ о том, что удерживается его на заработная плата, и он читает, что все возможности для обжалования такого решения уже исчерпаны, и ничто не остается ему делать, как только соглашаться с таким взысканием. Проще говоря, пользуясь юридической безграмотностью одной из сторон, коллектор, нотариус и частный судебный исполнитель, деля определенные проценты от суммы барыша, получается, без участия в судебных заседаниях, проводят решения и взыскивают через бухгалтерию работодателя деньги с бедного человека, который брал когда-то кредит. Да, абсолютно верно, они именно так и поступают. Самая выгодная позиция со стороны взыскателя, чтобы это происходило максимально тихо, бесспорно практически, и с минимальными затратами и возможностями затрат своего времени. Для этого, друзья, сегодня мы здесь настаивали на том, чтобы у нас была возможность видеосъемки, чтобы донести данную информацию для вас. Еще раз поблагодарим суд, что предоставил нам такую возможность и ждем решения по сегодняшнему вопросу. Суд облашает результативную часть определения. Определение от 16 января 2019 года, город Астана. Алматинский районный суд города Астана в составе председателя судей Карагаева, председателя судебного заседания Джалмухаш, с участием ответчика Бердангар, его представителей Смогулова, действующего на основании доверия от 16 января 2019 года, и Рахин Галиева, действующего на основании доверия от 16 января 2019 года, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ответчика Бердангар об отмене решения, вынесенное в упрощенном личном производстве, по гражданскому делу по иску товарища сограничительное ответство Алматы Collection Group, товарища сограничительное ответство правил легал Бердангар Тарнберген Маратулы, о взыскании задолженности руководств статьями 147, часть 2, 268 и 269 Гражданского процессуального кодекса Республики Астан суд определил решение Алматинского района суда города Астаны от 12 января 2018 года по гражданскому делу по иску товарища сограничительное ответственностью Алматы Collection Group, товарища сограничительное ответственность правил легал Бердангар Тарнберген Маратулы, о взыскании задолженности отменить, рассмотрение по существу дела возобновить в том же составе суда. Гражданское дело рассмотреть по правилам искового производства в общем порядке. Определение обжалованию не подлежит. Председатель, существующий судья Карагаев. Суд разъясняет участникам процесса, что судом отменено судебное решение, поскольку суд пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют какие-либо надлежащие сведения, свидетельствующие о том, что ответчик получал на руки копию искового заявления и свидетельствующие о том, что ответчик получал на руки копию определения о возбуждении дела в упрощенном письменном производстве. В связи с тем, суд пришел к выводу, что ответчик при таких обстоятельствах был лишен возможности представить свой отзыв и доказательства в обосновании своих возражений на исковое заявление. Кроме того, суд при вынесении данного определения принял внимание, что ответчикам представлены копии доказательств, которые, по мнению суда, могут повлиять при проверке их в подготовительной части судебно-разбирательства на правильность разрешения дела по существу. Судебное заседание объявляется заказом. Ну, вот так вот, в общем, Таниргия Маратулы, нам удалось сегодня отменить судебное решение, поскольку такие вопиющие факты не могут существовать в природе, и никто, даже в том числе и суд, не может с этим согласиться. Ваши права юридически должны быть представлены. Всегда в нашей стране должно быть на первом месте верховенство закона. Если ты знаешь свои права, ты можешь эти права отстоять. Вот, значит, пришла после окончания. А сейчас сколько уже времени прошло? 18.27. То есть, час заседания шло, человек только пришел и тут же сразу ушел. Я считаю, что вообще, как бы, нам нужно избавляться от этого, когда на той зовут ровно на 17.30, а ты приходишь на час позже, типа, включаешь агашку. Здесь все должно быть четко, потому что законодательство не терпит ни опоздания, ни нечеткости позиций, ни дезинформации председательствующего суда на тему представления не совсем верных или неправильных документов. Если тебе это интересно, обязательно подписывайся на канал. Меня зовут Танирберген, Жасулан. Пока. Увидимся. Продолжение следует...